Всем привет! С вами Папа Ильича. В этом коротком выпуске расскажу, как можно аккуратно закрыть любой нестандартный проем симпатичной декоративной решеткой. Для защиты от ветра и осадков я решил застеклить террасу, но после остекления над рамами остались небольшие треугольные проемы. Их-то я и буду закрывать решетками. Решетка должна быть такой, чтобы защищать от осадков, но при этом пропускать достаточно воздуха для хорошей вентиляции террасы. Поэтому для изготовления декоративной решетки я взял декоративный брусок со скошенной кромкой наподобие планкина. Такая форма позволяет расставить рейки с достаточно большим шагом и при этом защищаться от осадков. Крепить решетку буду на деревянную рамку, с нее и начну изготовление. Рамку можно сделать из сухой строганной доски, но у меня остался мебельный щит, поэтому я напилил доски нужной ширины из него. Доски напиливаем по длине, причем верхняя доска и стойки с верхней стороны должны запиливаться под углом, чтобы доски и рамки плотно и без зазоров прилегали к друг другу. При длине решетки больше одного метра лучше сделать еще среднюю стойку для большей жесткости. В стойках рамки сверлю отверстия под косой шуруп при помощи специального кондуктора, но можно крепить и саморезом в торец. Собираем рамку на верстаке. После чего раскладываем рейки, выравнивая первую вдоль края верстака. Остальные рейки выкладываем параллельно друг к другу с одинаковым зазором. Зазор можно выдерживать при помощи проставок либо просто по рулетке. Когда рейки выложены, кладем сверху рамку и обводим, чтобы видеть, как обрезать рейки. Любители ручного труда могут попробовать отпилить детали наискосок при помощи ручной пилы и бруска. Но продольные резы даются нелегко, поэтому я предпочел пилить электролобзиком. Напиленные детали раскладываем на нашей рамке и прибиваем нейлером гвоздями с маленькой шляпкой. Если нейлера нет, то я уверен, у вас получится справиться и обычным молотком. Для большей прочности лучше в местах примыкания рейк к раме промазать детали клеем ПВА. Перед покраской нужно покрыть поверхности грунтом, так как решетка у нас на улице и открыта осадком и влажностью. Это обеспечит дополнительную защиту древесины от грибка и увеличит стойкость покрытия. Покрытие решил лазурью Pinatex Ultra цвет палисандр, как и остальные детали террасы. Поэтому в этот раз я решил сначала все собрать, а потом красить. Наносить лазурь пришлось краскопультом. К сожалению, эта лазурь не терпит разбавления растворителем, поэтому нанести лазурь достаточно равномерно. Таким способом у меня не получилось. Капли получились слишком крупными и окраска получилась немного пятнистой. Поэтому пришлось еще дополнительно проходиться кисточкой, чтобы равномерно распределить покрытие. Стоит ли говорить, что я пожалел о том, что не покрасил детали до сборки. Пришло время установить решетку на место и прикрутить саморезами к раме и крыше. Результатом я остался более чем доволен. И спустя три месяца эксплуатации убедился, что ни капли дождя даже при косовом сильном ливне не попадает внутрь террасы. Не забудь поставить лайк, если тебе понравилось. А если тебе интересно более подробно узнать о таком вот безрамном остеклении террасы, то пиши в комментариях. При достаточном интересе к этой теме я обязательно сниму отдельный ролик. А на этом все. Удачи вам всем. Пока!